Сегодня шоколадный соус. Друзья, шоколадный соус, но не думайте, это не соус, который используется в каком-нибудь кондитерском деле. Это абсолютно такой закусочный соус, сопровождающий основную еду, потому что это мексиканский соус, а там очень популярен шоколадный вкус. Да и сам шоколад, между прочим, вот какао-бобы, по-моему, они оттуда-то и пришли из Мексики. Вот почему там так активно используется шоколад. Так что у нас сегодня шоколадный моле. Моле это в переводе означает по смыслу острый соус. Это будет действительно шоколадный острый соус. Начну я, наверное, друзья, со специй, с комбинацией специй. Я сейчас возьму ступку и в эту самую ступку я положу следующие специи. Я положу немного черного перца, горошина черного перца. Я положу, наверное, пол звездочки бадьяна. Это звездчатый анис, бадьян. Вот так. Я положу немного корицы. Вот у меня корица натуральная. Я сейчас ее сломаю и вот так фрагмент, сейчас даже, чтобы она у меня лучше измельчилась, я по корице вначале немножко так вот ударю молотком для отбивания мяса. Вот. Это пошла корица. Больше бить я ничего не буду. И гвоздика. Несколько гвоздичин. И вот теперь я все это измельчу в ступке. Растолку в ступке пестиком. Я лично вот очень люблю процесс измельчения специй в ступе. Как-то кажется, что еда вкуснее, когда она приготовлена со специями, которые именно вручную, знаете, измельчались. Ну вот. Есть. Очень сейчас хорошо на кухне пахнет вот таким букетом специи. Это называется духи. На профессиональном языке, скажем, пекарей, вот когда пекут пряники, например, профессиональные, то специи добавляются в виде смесик, в виде порошка. Этот порошок, смесь комбинации специи, называется духи. Ну, красивое такое все-таки название. Красивый термин. А я тем временем возьму миндаль. Вот миндаль. У меня есть сейчас, друзья, кипяток. Я сейчас этот миндаль вот так вот залью кипятком. Ну, у меня в чайнике кипяток всегда есть на кухне. Я без кипятка не могу. Я это сделал для того, чтобы миндаль очистить. Потому что мне нужен миндаль, очищенный от кожицы. Его невозможно очистить, не залив его кипятком и не дав ему немного постоять. Ну, что еще? Я поставлю возле себя, пожалуй, что арахис и семена тыквы. Ну, просто поставлю пока. Видите, как бы, это как бы три вида орехов, которые используются. Ну, если принять, что семена тыквы это тоже орехи, ну, условно, то, значит, три вида вот таких продуктов орехового типа. Семена тыквы, арахис и миндаль, который скоро будет очищен. Ну, я пока могу, пока набухает миндаль для того, чтобы его очистить, я могу подготовить чеснок. Лук. Ну, лук я возьму красный, потому что для Мексики характерен очень красный лук, именно, а не белый. Хотя за неимением можно взять и белый, это не беда. Сейчас я подготовлю эти продукты к работе. Ну, в частности, мне нужно очистить чеснок. Я его сейчас очищаю. Мне нужен небольшой фрагмент лука. Я не буду брать, очищать всю луковицу, потому что это лишнее. Я возьму вот такой небольшой фрагмент лука. его очищу, кожица намокла. Он хорошо очистится. И нарежу. Я нарежу лук. И нарублю чеснок. У меня сейчас не важна форма нарезки, форма нарубки, потому что это все будет впоследствии, друзья, измельчаться. Ну, что ж, помидоры. Ну, какая мексиканская еда без помидоров? Я возьму, правда, сейчас сотейник, потому что я хочу помидоры очистить от кожицы посредством бланширования. Сейчас нальется кипяток, и помидоры будут бланшированы для последующей очистки. Кипяток есть. И холодная баня для резкого охлаждения помидоров после их нахождения в кипятке. Есть. Стандартные операции. Сами помидоры. Надрез сверху крестообразный для лучшего удаления кожицы. Срезом вниз. Все. Я здесь нахожусь, чтобы, не дай бог, не сварить эти помидоры. Надо только их ошпарить эффективно для того, чтобы снять кожицу. Сейчас все внимание на помидоры, чтобы они не сварили здесь, а именно были бланшированы. Сейчас такое вот растрескивание кожицы уже говорит мне о том, что помидоры готовы. В том смысле готовы, что они уже бланшированы. И кожица уже легко с них будет удаляться. Есть. Я могу проверить, как там у меня миндаль поживает. Вот уже кожица пошла сниматься одним движением. Рукам уже не так горячо. Я могу их опускать сюда. Вот. Кожица эффективно снимается с миндаля. Это очень хорошо. Мы сейчас займемся уже тепловыми процессами, которые пойдут на плите. Вот еще буквально немного. Неплохой соус, да? Посмотрите, сколько здесь такого. Сколько здесь орехов и арахис тебе, и миндаль, и семечки тыквенные. Интересная история будет. Ну вот. Хорошенького понемножку. Вот видите, у меня в руке очистки миндальные. Ну что ж, теперь можно приступать уже к работе. Значит, помидоры в сторону. Мне нужна плита. Я сейчас беру хороший сотейник, включаю его, включаю плиту. Ну, немного оливкового масла. И я сейчас начну, собственно, слегка обжаривать семечки тыквы. Одновременно буду обжаривать арахис. Ну, он тоже уже немного обжаренный с солью. Не важно, что он с солью, потому что все равно надо солить соус, арахис и только что очищенный миндаль. Вот так. Вот такая у меня здесь будет интересная история. И знаете что, я сейчас возьмусь вот за это. Помните, потому что я сказал, что соус называется шоколадный моле. А моле это острый соус обозначает. Поэтому весь перец этот пойдет в соус. Это много. Конечно, мы имеем право регулировать остроту соуса. Но я, наверное, вот основную массу все-таки этого перца возьму. С ним, так сказать, нужна все-таки возня, поэтому я надену перчатки. Маленькое количество перца я могу нарезать и без перчаток, чтобы не контактируя с ним рукой. Здесь, конечно, перца много, поэтому я должен защищаться. Защитить руки, потому что если не защитить руки, вы сами понимаете, куда потом эти руки полезут. И, в общем, будет беда. Значит, перец. Я его вот так вот открою. И, конечно же, удалю семена, потому что они дают совершенно дикую остроту. Это уже даже для мексиканской кухни слишком много. Я убираю сейчас семена. И сам перчик я нарублю. Наррублю не так уж мелко, потому что все равно соус будет измельчаться. Вот. Я его отправляю к орешкам и семечкам, которые у меня в сотейнике в оливковом масле греются. Я немножко сдвигал нагрев, с нагрева. А теперь возвращаю. И теперь, друзья, специи пошли. Они в порошке, поэтому их нельзя сжечь. Если здесь будет очень высокая температура, они сгорят. Поэтому, видите, у меня очень аккуратно сейчас шипит масло, очень спокойно. Вот пошла смесь специй для шоколадного моля. Это мексиканский соус, который я сегодня готовлю. Очень неплохо смотрится эта смесь уже. Это еще какая-то закуска, наверное, здесь такая острая закуска, может быть, к такому холодному известному напитку. Но, тем не менее, мы здесь все свое время посвящаем, друзья, именно соусам. Ну что ж, теперь смесь лука и чеснока пошла сюда дальше. Мы работаем дальше. Мы уже подготовили продукты. И, видите, как конструктор, собираем продукты в сотейнике. Запах очень хороший сейчас идет, потому что уже сработали специи. Да, сейчас еще лук, чеснок начнут отдавать свои ароматы. И сейчас запах очень приятный отсюда идет. Вот, очень хорошо. Я отдам еще, может быть, чуточку оливкового масла. Вот так. Ну все, процесс медленно идет. И теперь быстро помидоры, которые уже подготовлены, которые уже сейчас легко отдадут свою кожицу, потому что мы их бланшировали. И мне остается только их сейчас быстро нарубить, без всяких законов, а просто нарубить. Потому что они растушатся все равно. Кожицу убрал. Один помидор. Второй помидор. В Мексике, вы знаете, что очень популярны зеленые помидоры. Они там называются томатилос, например. И на самом деле в этот соус рекомендуется использовать часть красных помидоров, а часть зеленых. Ну, поскольку, вроде бы, наша страна называется, по словам одного умника, страной вечно зеленых помидоров. Но все-таки у нас уже помидоры созревают до красного. Поэтому не всегда их достаточно редкий продукт, зеленые помидоры. Поэтому я сегодня имею право ими пренебречь и работать только на базе помидоров в традиционной ориентации, на базе помидоров красных. Значит, я их рублю. Повторяю, что меня сейчас способ не волнует, потому что все равно это все будет растушиваться и, более того, обрабатываться блендером. Можно было взять помидоры даже в собственном соку из банки, очищенные в собственном соку, целые или нарезанные. А пока помидоры. Вот так. И немного сочной части. А вот теперь это уже начнется процесс растушивания. Сейчас я чуть-чуть прогрею все вместе. Имею право сейчас поднять температуру здесь. Вот. И я заранее, друзья, сварил куриный бульон. Ну, нет необходимости показывать, как варится куриный бульон. Он уже сварен. И стоит вот в этом ковше. Вот обычный куриный бульон. Сейчас помидоры чуть-чуть прогреются со специями и с орехами, с семечками, с луком и чесноком. И тогда, как вы понимаете, я добавлю в сотейник этот самый куриный бульон. Вот, смотрите, сейчас уже начинается здесь такое аппетитное бульканье выделяющегося сока из помидоров. Да. И вот там еще оливковое масло есть. Вот, видите, хорошо уже начинает булькать вот это вот богатое по ароматам содержимое сотейника. Ну, и теперь все. Прогревание помидоров состоялось. Я теперь добавляю немного бульона. Немного, потому что помидоры сами по себе сочные, они и так дают сок, поэтому надо быть здесь аккуратным с бульоном. Ну, вот, собственно, и все на этом этапе, потому что сейчас, собственно говоря, я доведу все это вместе до кипения, отрегулирую нагрев так, чтобы кипение было абсолютно спокойным, и удалюсь, потому что у меня есть полчаса свободного времени. Значит, я сейчас вот, я вижу, что закипает вся масса вместе. Я сейчас уберу нагрев от 9, от максимума до 4, уберу до 4, крышка. И я, друзья, спокойно могу сейчас покинуть место у плиты на 30 минут. Итак, прошло полчаса, очень вкусно пахнет. Я вам сейчас расскажу, что здесь происходит. Орехи размягчаются, помидоры растушиваются, и теперь у меня есть все основания для того, чтобы этот соус обработать блендером, дать ему однородную структуру. Я сейчас беру поэтому блендер и прямо на плите. Я сдвину с нагрева немножко, обрабатываю блендером. Ну, всегда при обрабатывании блендером, между прочим, соусы, которые имеют такие выраженные цвета, они светлеют, потому что соус насыщается воздухом. И маленькие шарики воздуха, попадая в соус и задерживаясь там, они как бы высветляют соус, он становится на время светлее. А потом он опять становится более темным, потому что воздух выходит. Ну вот, получился такой кремообразный, что ли, цвет. Такой посветлел соус, повторяю, потому что он насытился воздухом. Вот нагрев может продолжаться. Я сейчас разве что чуточку его уменьшу. Вот, до двоечки я сейчас уменьшу нагрев. Попробую на всякий случай. Мне, в частности, сейчас интересует соль. Только соль, потому что я только ее сейчас могу скорректировать. Я уже больше ничего не исправлю. Да, соли как раз мало, потому что я вообще не солил. Я уповал на соленость арахиса, но мне ее оказалось недостаточно. Ну и теперь, друзья, именно то, что делает этот соус шоколадным. Шоколад. Просто-напросто шоколад. Его можно было бы, конечно, натереть на терке, но мне совершенно не зачем это делать, потому что шоколад и так прекрасно плавится. Я сейчас возьму, вот так его сломаю. Положу прямо в соус и буду перемешивать. Он расплавится в любом случае. И получится шоколадный моле. Именно то, ради чего я сегодня на кухне. Вот, видите, шоколад прекрасно распускается здесь. Соус приобретает все больше и больше такой шоколадный цвет. И это уже на законных основаниях мы имеем право назвать шоколадным моле. Ну и, конечно, теперь уже хочется попробовать результат. Не каждый день, знаете ли, едим мы этот шоколадный моле. Отлично. Даже шоколад чувствуется, несмотря на обилие специй и остроту. На остроту хорошо чуть-чуть похрустывают мельчайшие частицы орешков. Вот это в целом получается абсолютно такой аутентичный, уникальный, я бы сказал, соус. Ну что, давайте я его сейчас налью в соусник. Блестящий, потому что шоколад придает этому соусу блеск. Вот такой вот блестящий шоколадный моле. Ну что, вам, конечно же, интересно знать, а для чего все это делается? Для какого же это блюда готовится такое соус? А вы знаете, что будете, наверное, удивлены? И прежде всего это курица. Жареная обычная курица. Вот это, как правило, ассоциация этого шоколадного моля идет прежде всего с курицей. То ли потому, что контраст хороший, цвет белого куриного мяса и темного соуса, то ли потому, что действительно говядина жареная теряется рядом с этим соусом. Не знаю, но вот так повелось, что это прежде всего жареная курица. Или курица, прогретая кусочками в этом соусе. Вот это действительно очень и очень неплохо. Так что, несмотря на некую такую узконаправленность этого соуса, это все-таки абсолютно уникальный, это абсолютно такой классический, это очень яркий представитель семейства, высокого семейства, которое называются соусы и которое мы все вполне законно относим к высшему пилотажу кулинарий. А я, друзья, желаю вам высоких кулинарных полетов. Субтитры создавал DimaTorzok